Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Мастер Чу и сегодня у нас видео о новостях относительно Alnage 2 Mobile Выйдет данная игра, я напоминаю, 27 ноября, выходит она на корейском рынке, на корейском языке, но тем не менее в нее уже можно будет поиграть Итак, какие новости стали известны и что вообще сейчас, какой информацией мы дополнительно обладаем? Смотрите, на официальном сайте появился таймер, 5 дней, 21 час, 3 минуты 33 секунды на момент запуска, на момент записи точнее этого ролика осталось до запуска данной игры В данном ролике я не буду рассказывать о том, как скачать, как установить эту игру, вся эта информация появится приблизительно 25 ноября Не забудьте поставить колокольчик, обязательно на этом канале подписаться на него, чтобы не пропустить эту инфу Потому что регистрация и скачка будет не из простых, будут определенные моменты, которые вам нужно будет знать Итак, 25 ноября появится возможность предварительно скачать данную игру, то есть вы сможете скачать ее за целых 2 дня до того, как она выйдет, до того, как она стартанет Старт данного проекта намечен на 27 число, 12 часов ночи по корее, то есть, видимо, как только 27 число начинается, 27 ноября, все, игра запущена Я потом буду считать, считывать и говорить вам, когда же, в какое количество времени по Москве все это дело запустится Какая еще интересная информация доступна на данный момент? Вот здесь вот появилось новое меню, это меню с Purple Я постараюсь вам сейчас о нем рассказать, также мы с вами посмотрим видео и постараемся, прокликивая это видео, ставя его на паузу, некоторые моменты относительно игры, немного подуточнить Итак, смотрите, что такое Purple? Все мы знаем, что на компьютере на данный момент имеется большое количество эмуляторов, которые эмулируют, в свою очередь, различные Android-устройства И позволяют игрокам на компьютере сидеть и играть в мобильные игры Кто-то говорит, что это извращенство, кому-то это очень удобно, но в целом все о такой движухе знают Компания NCSoft решила разработать своеобразный свой эмулятор, доступный для компьютера На самом же деле это приложение, которое будет позволять портировать игру, портировать Lineage 2M с Android и iOS-устройств на ваши компьютеры На данный момент доступна информация, что точно данная программа, данное приложение будет доступна, во-первых, на PC, то есть на Windows Точно известно, что она будет доступна на мобильных устройствах Здесь не спешите задавать вопросы, типа Purple на мобильных устройствах, это же эмулятор, это платформа И также пока что ведется разработка, скорее всего, все это дело будет доступно, этот эмулятор Purple на Mac Рассматривать мы его будем в целом как эмулятор, как приложение, на котором вы сможете играть в вашу игру Lineage 2 Mobile Как это будет реализовано? Вы сможете скачать Purple, вероятнее всего, 100% инфы нет абсолютно в любом регионе находясь То есть независимо от того, будете вы в Корее находиться, в России или еще где-то А сейчас разработчиками ведется работа по переводу данной темы Даже не думайте, что каким-то образом любое мобильное приложение NCSoft или кого-либо будет доступно в ближайшее время Компаниям, которые переводят все это дело в России, обычно такие компании не переводят через какой-то аутсорс подобные игры И разрабатывают все это дело сами Даже когда эта игра будет запускаться на русских серверах с русским языком, да, вы можете быть на 100% уверены, что это будет NCSoft, а не кто-то еще Что еще известно относительно данного эмулятора? В данном эмуляторе будет подобная на Discord возможность голосового общения То есть, насколько я понимаю, будет фича таким образом реализована, что будут отдельные голосовые каналы для вашего клана Будут отдельные голосовые каналы для вашей пати То есть, как только вы вступаете в пати, да, в Перпли, переключаетесь на голос И вы можете посмотреть, либо замутать себя, либо включить свой голос и пообщаться с людьми абсолютно свободно Это на самом деле очень крутая фича, и это одна из основных фич, которая будет также доступна и на мобильном устройстве То есть, смотрите, на мобилке вы запускаете Перпл, для вас это как Discord, но он синхронится в то же время с Lineage 2M И вы там уже сможете абсолютно спокойно общаться через голосовую связь То есть, все это дело будет коннектиться совместно Вторая фича, которая будет доступна Перпл данному приложению в будущем, не сразу же, но она будет доступна Это возможность стримить, то есть, вам не нужно будет ОБС, вам не нужно будет абсолютно ничего Через данное приложение, через Перпл, вы сможете абсолютно спокойно запускать данную игру И подключать к нему, допустим, Twitch, либо YouTube, либо любые другие приложения, которые поддерживают возможность Точнее, ресурсы, которые поддерживают возможность стриминга Приложение является на самом деле очень крутым Будет доступно в качестве 4К Не знаю, зачем они такое высокое качество решили запилить То есть, ну, в целом, они говорят, что раз наша игра поддерживает такое качество и такую графику То почему бы, сидя дома за компьютером, пускай и в мобильный проект, да Не кайфануть и не получить удовольствие от самой красивой графики Не знаю Единственный момент, который они говорят относительно железа Которое будет необходимо для того, чтобы Перпл спокойно шел Это очень важный момент Это ваш процессор Никаких моментов не было с точки зрения различных видеокарт Еще чего-то, материнских плат Самое главное, проц i5 минимум, там, что-то 3400, по-моему И этот процессор у вас нормально все потянет Судя по всему, не будет лагов И вы сможете спокойно и качественно играть На самом деле, верю я или нет в данное приложение Я верю в данное приложение Потому что, в любом случае, оптимизация идеальная будет именно на данном эмуляторе Но расстраиваться не стоит Это означает то, что абсолютно все эмуляторы, насколько мы сейчас это понимаем Насколько сейчас я понимаю Это будут доступны для того, чтобы на этот эмулятор вы взяли, впихнули вашу Lineage 2M И начали на них играть То есть, если даже вдруг будет каким-то образом заблокирована территория RF Или вы не сможете подключить VPN Этот самый Purple Вы сможете скачать абсолютно любой другой эмулятор И установить на него Lineage 2M Спокойно на нем играть Это на самом деле круто Проще сразу говорю Если у вас iOS-устройство Обязательно дождитесь 25-го числа Я постараюсь вам рассказать максимально подробно в своем ролике О том, как можно будет установить эту игру с минимальным геморроем для вас Давайте посмотрим сейчас сам по себе ролик Здесь много инфы Я действительно здесь буду стопать некоторые моменты Потому что здесь показан определенный геймплей И действительно можно будет посмотреть очень интересные моменты Итак, я буду ставить сразу говорю на паузу Когда будут действительно интересные моменты Вначале рассказано о том, что вы сможете абсолютно спокойно точно так же общаться С пати, с кланом, с чатом и так далее Далее здесь также будет необходимо поставить паузу Потому что здесь есть интересный также момент На данный момент, кстати, данное приложение находится уже в бете Корея, насколько я понимаю, уже во все это дело тестирует И давайте смотреть Здесь уже есть несколько элементов действительно красивых С точки зрения графики С геймплеем Вот Таким вот образом будет выглядеть Меню выбора вашего персонажа То есть это вот приложение, допустим, Purple И вот окошечко выбора вашего персонажа Здесь 75 левел, между прочим, кстати Я постараюсь, постарался вычленить из этого видео максимальное количество информации Ну и судя по всему 75, 78, 80 это будут максимальные левелы Доступно будет, насколько я понимаю Ни один, ни два, ни три персонажа, возможно, созданных на аккаунте здесь Потому что три персонажа и еще кнопочка есть плюс три Поэтому вероятнее всего на аккаунте вы сможете создать много персонажей То, что у данного персонажа 2 миллиона 200 аден Я думаю, ну это хрен бы с ним То есть эти моменты учитывать не стоит Просто очень важно, о каких суммах О каком количестве тех же самых аден Будет идти речь, когда мы будем говорить с вами о фарме Это будут сотни, тысячи, миллионы или миллиарды Также очень интересная фишка Когда вы начинаете плей Здесь вы видите, что каждый из ваших персонажей Привязанный к вашей учетке Вы можете привязать одного персонажа к учетке Google Другого вообще через Facebook Третьего, к примеру, через iOS Но в целом все это дело будет находиться внутри вашего аккаунта Итак, вот этот момент Я думаю, даже можно немножко в slow mode пустить Потому что он действительно интересный Не знаю, делал уже кто-то ролик на эту тему или нет Но я поставлю скорость воспроизведения 0.25 Просто посмотрите Во-первых, данный класс, допустим, все понятно Судя по всему, это паладин Но дело здесь не в этом Когда я делал обзор на Lineage 2 Essence Можете, кстати, глянуть Уже даже там графически все достаточно похоже на интерфейс мобильной версии игры Вы спросите, как так и почему и что? Ребят, на самом деле, как оказалось в итоге Все это дело подгоняется сейчас под более-менее один стандарт То есть действительно вы именно плюс-минус в одном стандарте будете играть во все игры Lineage 2 M, Lineage 2 Essence, Lineage 2, Lineage 2 Classic, Main, Lineage 1 Все это началось с Lineage 1 Как только они выпустили ремастер Это у них изменился интерфейс И более-менее сейчас все подгоняется именно под эту тему Давайте смотреть Кнопочка авто, конечно же Есть кнопочка лута, подбора всего остального Это кнопка дополнительная с локатором, с выбором мобов, насколько я понимаю Но суть здесь не в этом Посмотрите просто на этот мир Это багбиры, ребят А это стакката Вы понимаете? Просто качество графики, если это действительно будет так Если это действительно будет настолько красиво и без лагов Я что-то даже не знаю Да, это будет, скорее всего, дорогая версия Essence В которой вы не сможете нажаловаться никаким NCSoft Потому что это сами NCSoft вам ее и выпускают Но, как вы смотрите Меч, кстати, это, судя по всему, C-grade Соски заряжаются почему-то красным цветом Я этого не понял Хотя вполне возможно это скилл Потому как как раз один скилл повесился на КД Плюс у него работает не автомат То есть у него не кроется каким-то образом автомат Скиллы были нажаты вручную И вы видите, что в определенный момент Когда данный персонаж заюзывал скиллы Они у него, соответственно, ушли спокойно в КД И здесь очень интересно прописаны селф-бафы И прописаны общие скиллы То есть, вероятнее всего, вот это, к примеру, щит, да Который он юзает И две атаки Смотрим дальше Нанесен красивый урон Стаката смотрим Не сагрились насчет социальности мобов Я не знаю Вот на этот кружочек посередине не смотрите Это просто эффекты, которые у них, типа, при переходе Из-за мобильного устройства в их эмулятор Типа, как это будет выглядеть на мобильном устройстве И как на эмуляторе Вот, собственно, вы сможете вот приблизительно вот так Все это дело развернуть И чу, вот уже скоро вот так вот будет все это дело стримить Это круто Самое главное, чтобы вот таких вот подфризов не было Но я напомню Это замедленное, замедленное видео сейчас Стаката Все очень красиво Удары идут Кровь разлетается Вы видите, на самом деле Вот это очень круто Когда вы видели вообще в последний раз В линейке и в играх NCSoft Такое количество, как бы, крови Просто удар на отмашь Все в крови Это круто, на самом деле Не знаю, как они это в Китай будут пускать с их цензурой Но в целом все выглядит достаточно круто Гоу дальше Дальше мы видим с вами фон следующий Это, по-моему, у нас АВ Если я ничего не путаю Красивый плащ Да, это, нет Это у нас, по-моему, вообще Блэйддэнсер Ну, короче, здесь сложно пока что, если честно, разобраться Но в целом они здесь продемонстрировали нам Селф-скилл И расскажут нам о том, что Вы сможете абсолютно спокойно подключаться И управлять вашей клавиатурой То есть Пока что интерфейс на Пёрпле Не работает таким образом Что он полностью компьютерный Он будет выглядеть так же, как на мобильной версии игры Но при этом, при всем Полностью ваше управление будет заточено под вашу клавиатуру То есть вы абсолютно спокойно сможете играть Также вы сможете играть просто кликая мышкой Насколько я понимаю Зачем, конечно, этот чувак управляет каким-либо образом Бегом, если у него включен авто Я, если честно, ну не знаю Также обратите внимание на количество сосок Сосок, судя по всему, нужно будет много Заряд каждый Каждая атака требует по одному Причем, какое количество классов я бы не смотрел У всех тратится по одной соске Также, судя по всему Расположение вот этих вот Хилпотов и банок будет абсолютно свободно То есть вы сможете их переназначать Потому что у одного персонажа оно слева У другого здесь мы смотрим сразу же дальше Уже справа Хотя в целом это просто могут быть разные билды игры И в этот ролик они могли включить абсолютно разные моменты Из этой игры Смотрим дальше Здесь особо ничего интересного нету Здесь идет речь о том, что вы одновременно можете И общаться с вашими тиммейтами С вашими ребятами из клана Из гильдии и так далее Все через голосовую связь вот так вот будет То есть абсолютно спокойно коннектимся Типа, ребят, го в голос, го в голос Видим интерфейс очень сильно похожий на дискорд Будут лаги или нет Я не знаю, каким образом это все будет поддерживаться на ру комьюнити в будущем Я тоже не знаю Но я очень надеюсь, что все это дело русифицируется И на самом деле То, что проделана настолько кропотливая работа Все цело под мобильное устройство Это очень круто На самом деле, ну прям топ-топ-топ Смотрим дальше Вы можете замутать кого-то Добавить кому-то громкости Если вам будет необходимо И вот здесь я, судя по всему, немножко подпропустил этот момент Мы видим сражение с боссом Я не знаю, честно Босс это РБ или кто-либо еще Или это просто моб Но, судя по всему, здесь они как раз таки дерутся с РБ Здесь мы видим, что людей не такое уж и большое количество То есть порядка 10 человек пытаются с ним сражаться Что это за РБ? Не знаю Пишите свои предположения в комментариях Но, очень важный момент, который стоит заметить Смотрите на количество скиллов, которое у него уже здесь вынесено Во-первых Во-вторых Каким образом он их юзает? Юза скиллов почти что не происходит То есть игра будет, судя по всему, достаточно медленной И скиллы нужно будет нажимать продуманно То есть никакого жесткого проспама скиллов Как это происходит в некоторых других мобильных играх Судя по всему, у нас с вами не будет Дальше Хотя, кстати, вполне возможно это будет зависеть от класса Пролистываем дальше Здесь, по-моему, ничего особенного Они лишь говорят о том, что все это дело можно будет стримить Да, вот они показывают нам, что Вы абсолютно в любой момент можете и вебку подсоединить И все это дело начать стримить И в целом все Здесь чего-то сверхъестественного я в этом ролике не заметил То есть здесь нету каких-то дополнительных нюансов Но геодата, ребят Когда челик бегает почти что сквозь некоторые предметы Такое себе Видимо, он наследует от старшей версии игры И да, судя по всему Либо, короче, это БД, ребят С двумя мечами Либо у нас ножи будут бегать с двумя даггерами в будущем Ну, скорее всего, это БД Это, судя по всему, фризинг страйк Либо что-то подобное Ну, и количество скиллов с двуручными мечами На самом деле, скорее всего, нам на это и намекает Кто, кстати, будет играть БДшкой И кто вообще за кого собирается играть Ребят, это пишите в комментах Вот прям стопудо Мне интересно посмотреть за кого Кто вообще пойдет Я сразу говорю Я пойду играть за трех персонажей Это будет АВ Это будет ФР И это будет Биш Объясню почему АВ с точки зрения того, что я всегда играю ножами ФР почему-то у меня чуйка, что ФР будут дисбалансными И Биши, потому что хочется попробовать саппорт И посмотреть, как в этой игре будут работать хилы Как-то так Обязательно хочется еще посмотреть Вообще, возможно, как-то ими соло фармить или нет Вот Это мысли мастера Чу И это последняя новость, которая на данный момент существует Относительно данного проекта Можете посмотреть Ссылочку на данный ролик оставлю в описании Ссылочку на данный ролик я оставлю в описании Можете поглядеть Все, ребятки, всем пока До новых встреч Повторяюсь Давайте попробуем набрать, не знаю, 500 тысяч лайков И подписаться на канал обязательно Чтобы не пропускать ролики Как вообще сюда зарегаться В это поиграть и так далее 27 числа, как только будет запуск Я сразу говорю, будет стрим Прямо самого запуска Мы будем пытаться пробиваться Поиграть в это сразу же И разобраться в этой игре Также сразу же С 27 числа на канале появится Огромнейшее количество видосов Гайдов на тему Lineage 2 Mobile А это уже произойдет На следующей неделе в среду Поэтому, ребятки, ждите Будет топ-контент Будет интересный контент С вами был я, Мастер Чу И всем до новых встреч Пока-пока